Здравствуйте. Отдел Home Credit Bank, отдел контроля оплаты Михальчук Владислав. А у Владислава Мих... Как фамилия? Михальчук Владислав. Владислав, да? А отчество? Можно ваше услышать? Сергеевич. Сергеевич. Вячеслав Сергеевич. Слушаю вас, Вячеслав Сергеевич. Андрей. И чем же он вас интересует? Звоню по поводу оплаты. Сумма платежа составляет 4794 рубля 1 копейка. Период просроченный составляет 266. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Сергеевич, а вы являетесь сотрудником банка? Владислав, Владислав. А, Владислав, Владислав Сергеевич, простите, вы являетесь сотрудником банка? Да, я садил контроль от потенциал. Скажите, а как я могу в этом убедиться? А я звоню вам номер нашего адреса. Все, подождите, пожалуйста, подождите. 8903, да, начинается номер. У меня в договоре, в пункте 16, да, дробь 1 прописано, то, что я могу обмениваться контактной информацией с банком по другому телефону. Этот телефон относится к вашей базе, что ли? Александр Евгеньевич, я могу... Нет, я не Александр Евгеньевич, вы перепутали. А, Андрей Евгеньевич, что можете сказать? Вопрос связан с тем, что вы не произвели оплату, и сейчас я предложу вам... Вячеслав Сергеевич, я, конечно, понимаю, что вы можете мне предложить различные способы оплаты и так далее и то подобное, но меня интересует сейчас, на данный момент, другой вопрос. Я могу вас отнести к сотрудникам банка, и как вы можете мне это доказать? Если меня заинтересуют способы оплаты, я приду к вам в отделение банка, либо напишу банку письмо, что будет более юридически правильно. Я сталкивался с разными ситуациями, сейчас я уточню, потому что... Пожалуйста, пожалуйста, давайте, давайте. С вашего позволения. Да, конечно, можете даже перезвонить, я подожду. Хорошо, сейчас ожидайте. Да, конечно. Слушаю. Нет, не Федорович. Ну давайте, давайте. Ничего страшного, продолжайте. Простите, простите. Смотрите, то есть, доказать, доказать, к сожалению, что я сотрудник банка, я не могу сказать. Нет, не можете. Единственное, что вы можете услышать и, так скажем, довериться. Я вам... Можно я вам чуть даже больше скажу информации? Я даже могу вам сказать, что вы не можете убедиться в том, что я Андрей Вить. Я не понимаю, но, смотрите, то есть, я в любом случае, если у вас никаких данных не беру и сам не предоставляю, поэтому это всего лишь, то есть, наша с вами договоренность на то, что вы выберете оплату, я указываю дату. Да, для меня просто этого мало, понимаете? Я люблю юридически верные отношения, да, то есть, письменный формат. Его я согласен поддерживать. Вербальный, да, так сказать, наш с вами разговор, я не собираюсь поддерживать в дальнейшем при общении с банком. Это точно и ясно прописано в комментариях, которые у вас имеются. С банком? С банком. Я придерживаю сугубо письменную форму общения, потому что она является юридически верным. Верной формой. В таком случае я проговорю вам информацию, вы решаете для себя, то есть... Да, можете себя даже не утруждать. Хорошо, то есть оплату вы производить не будете? Это все прописано в письменной форме. Хорошо, я вас понял. Доброго дня. Когда наш разговор заканчивается, всего вам хорошего. И вам.